Родные мои, здравия! Краткое видео с ответом на вопрос, как защитить себя в местах, где происходит массовый отсос энергии. Первое, а не ходить в такие места. То есть просто не посещать их. Как это работает? Как они эту энергию отсасывают? Элементарно. Есть определенная... определенные механизмы, которые выглядят как система воронок и решеток. Воронки, соединенные с этими решетками. Решетки, они выглядят в виде каналов определенных и основных таких... Знаете, на что похоже? Похоже на лэп. На лэп. И уходит это все очень высоко, глубоко. И оно физически реально существует. Вот это я вам хочу сказать. Я это видела и вижу постоянно. Как... Как это... Как не ударяются птицы туда, допустим? Ну, ударяются на самом деле. Просто эти структуры, вот эти лэпы, они не всегда находятся в воздухе. То есть они не всегда присутствуют в пространстве, где происходит отсутствие энергии. Ну, допустим, если какое-то событие, там, футбольный матч на поле, сразу бабах, она устанавливается. Ну, обычно это часто происходит. В течение вот этого времени, пока происходит событие, эта штука зафиксирована. Далее она пропадает через какое-то время. Давайте на вот самом элементарном. Их огромное количество в воздухе. Огромное количество находится в пространстве везде. Даже над домами. Но над домами они более... Они другой формы, другого вида. Ну, то есть всё поле города, оно закрыто сверху этой структуры. Чтобы вот вы понимали. Просто выглядит по-разному. Разные модификации, разные силовые мощности у них. У этих механизмов, у этих машин, так скажем. Выглядит чудовищно. Прям вот техногенный фильм ужасов, я не знаю, там какой-нибудь. Давайте на предмете вот футбольного поля. У нас здесь находится рядом футбольное поле. Находится Сибирь. Это несколько футбольных полей, объединённых в один комплекс. там периодически играют, организуют матчи частные. То есть это как школа футбола. И дети есть играют, есть взрослые играют. И вот я его наблюдаю постоянно, когда происходит вот эта вот какая-то массовая такая тренировка. И, допустим, активно сразу несколько полей. Поскольку рядом гуляю с собакой, и это всё видно. Видно это, когда ты смотришь с фокусированным взглядом, видением. И видно, когда есть такое обрывочное, миговая форма смотрения, так скажем. То есть когда ты, допустим, резко отворачиваешься, поворачиваешься, и остаточный образ остаётся вот там вот внутри, в хрусталике всё это дело, ты видишь. Потом раз поворачиваешься, всё это исчезает. В зависимости от освещения, какая погода, тоже можно это дело засечь. При ветреной погоде очень видно это, когда сумерки, когда дождь начинается, они прям фонят, вибрируют. Звуки они определённо издают. И это система, которая действительно собирает из нижних центров человека, из энергоцентров энергии. Её называют ещё гавахом, то есть все переизбыточные эмоции, которые исходят из человека, вся эта энергия мощнейшая на самом деле, идёт не криптилоидом, а идёт она в эгрегориальные структуры. И как защититься? Есть моменты, конечно, туда не ходить, есть моменты не испытывать те же эмоции, которые испытывают эти люди. Но так или иначе, мы в социуме связаны со всеми людьми. Если ты не маг, если ты не прокачал в себе стихии и не поставил в себе определённые защиты, то выдай это по-любому. И будешь плохо себя чувствовать после этого. То есть даже находясь в поле этих людей, эти вот определённые такие щупальцы-сканеры, они запустят и в тебя свои вибрации. Поэтому нужно быть очень осторожным. Ещё бывает так, что даже если ты не словил это общее возбуждение, идёт как защитная реакция из сверхсознания. И сознание, менталом оно блокируется, анахатой чакрой. И организм, как бы тело, оно включает функцию автопилота, и ты неосознанно, ну ты неосознанно, на самом деле осознанно, начинаешь уплотнять свои тела, и как скафандр такой образуется. То есть поднимается витальная энергия и прокачивает и физическое тело, и тонкие тела. И ты становишься более плотным, и вся твоя энергетика, весь твой ресурс нижний, он уходит на защиту. И вот эти плохие самочувствия бывают ещё вызваны тем, что просто настолько отработал организм, тела и чакры вот эту защиту, что просто сил уже не осталось, и нужно восстановиться и накопиться, накопить, восстановить баланс энергетический, подпитаться стихиями, подпитаться энергией первозданной, источника нашего. То есть, ну это вот, допустим, когда аналог, да, долго работал, устаёшь, да, или там долго держал оборону, по-любому устанешь, да, то есть иммунитет сразу начинает выдавать эти моменты. Как правило, когда выдаивают, то люди не сильно чувствуют, что они выдаиваются. То есть вы замечали, никто же в обморок на поле не падает, нет, все заведённые, потом они падают пластами, а так нормально всё. То есть эта система воронок, вообще эта система, которая находится над нами, она очень грамотно устроена, она определённые вибрации создаёт, которые действуют, знаете, как ледокаин такой. То есть народ не чувствует, что с них уходит гавах. Они, наоборот, чувствуют ещё больший ажиотаж такой, да, то есть воздействуют, идёт воздействие на эфирку, идёт воздействие, соответственно, на астрал, они ещё больше возбуждаются сильно. И при этом всё, вот это ощущение того, что к ним подключены эти структуры, она полностью заблокирована. То есть есть такой момент. Очень всё грамотно у нас устроено, очень всё круто. Вот, поэтому есть момент, когда ты понимаешь, что тебе надо туда идти, и нужно себя усилить максимально. Ну, тут просто волеизъявлением делается команда о том, что ты себя усиливаешь, ты понимаешь, что тебя ждёт, и проходишь практику, медитацию, усиливаешь ось личности, прокачиваешь себя витальной силой, витальной энергией жизненной, и, главное, фиксируешь, я есть тот, кто я есть, всё, и пошёл. Плюс ещё, когда мы знаем, какие у нас стихии доминантные, какие у нас соответствия стихии, и для того, чтобы психика была у нас в гармоничном состоянии, она у нас целиком и полностью, ещё пока связана с подсознанием, вот на момент, когда ещё не умеем контролировать так хорошо себя, то здесь просто нужно знать свои усилители и надевать их. Это либо амулеты какие-то, либо обязательно те амулеты, которые связаны со стихиями. Мы будем создавать такие амулеты, либо браслеты, либо просто камни, которые мы будем заряжать в практиках стихий, и будем просто этот камушек, амулет, браслет собой носить. Ну вот у нас кто пойдёт на следующие полгода, я обеспечу вас определённым набором камней, минералов, чья кристаллическая решётка соответствует стихии. Более того, кто очень захочет, сделает свои платоновые тела, это ещё сильнее будет действовать, да? И будем работать через это, через всё, и эффект будет очень сильный. Но нужно ещё понимать, что сейчас, конечно, в условиях города и в условиях того, что идёт спад, и эгрегоры готовы, они жрут сами себя, то есть на фоне битв эгрегоров усиливается в тысячное количество раз скачка с людей энергии. Ранее она была вот только вот так, вот так, да, эпизодично, как бы постоянно, но усиливалась, когда какие-то определённые события. сейчас это нон-стоп, особенно активация идёт в полнолуние, особенно активация идёт во время, когда идут смены времён года. Сейчас у нас как раз вот эта полнолуния прошла, точка очень сильная, просто невозвратная совершенно, опять доперная такая. и очень сильно на нас идёт это влияние. Те, кто в городах, народ, я понимаю, что это такое, я вот год считаю, я не в городе, но рядом с городом прошла вот этот этап, я знаю для чего, для того, чтобы ещё больше понять, увидеть и передать этой информации. и максимальное восстановление на природе, родные мои. Ну вот как-то так. Обнимаю. Продолжение следует...